Я считаю, что Радалбут – теннисист, и теннис – моя профессия, я этим занимаюсь всю жизнь. Люди, которые меня воздают, всегда ассоциируют меня с теннисом. Поэтому, скорее всего, я скажу, что Радалбут – теннисист. Своим главным достижением, считаю, попадание в первую сотню мира. Это было моей мечтой. Я стремился к этому очень много времени. Все теннисисты хотят стать в первую сотню, поэтому я очень рад, что у меня это получилось. Надо очень много работать, ради этого тренироваться, если считать спорт. Думаю, быть первым тоже очень большая ответственность, потому что все смотрят на тебя со стороны, от тебя лично ожидают очень хороших результатов, очень много критики, соответственно, получаешь из-за этого. Ну, сказал бы, что, скорее всего, ответственность перед всей страной где-то. Может, так правильно. Критику нормально воспринимаю. Я так понимаю, что все ожидают хороших результатов всегда. Если где-то как-то не получается, то, естественно, люди разочаровываются и начинают говорить какие-то грязные вещи. Нормально воспринимаю, уже проходил этот этап, и поэтому где-то даже пропускаю, не слушаю и просто иду дальше. Я стал делать первые успехи тогда, когда начал серьезнее заниматься. Тогда, когда понял, что у меня есть какой-то шанс. Когда я понял, что могу играть с каждым из игроков, независимо от рейтинга. И, соответственно, постепенно начал тренироваться больше. Пока что у меня все получается. Надеюсь, со временем все будет еще лучше. Воля к победе – это играть каждый мяч, находясь на корте. И всегда верить в то, что ты выиграешь. Если ты веришь, то ты выиграешь. Очень радуюсь. Сразу такое хорошее настроение появляется. И, соответственно, я очень доволен собой. Особенно, когда очень сложные матчи и когда очень хорошая, качественная игра. Не знаю, что такое. Я надеюсь и думаю, что у меня такого нет. Знакомиться с ребятами, которые добиваются каких-то результатов и сразу меняются радикально. Думаю, что это не очень правильно и это просто не украшает самого человека. Я не очень верю в судьбу, потому что думаю, что каждый своими руками создает свою жизнь. То есть ни от чего не зависит. Как ты будешь делать, так у тебя будет в дальнейшем. А судьба или как там тебе было прописано и так далее – это, мне кажется, просто какая-то выдумка. И лично я в это не верю. Я думаю, я бы ничего не изменил. Настолько банально это не звучит. Если бы я начал заново, то возможно бы, ну невозможно, а точно выбрал бы этот же путь. Очень интересный вид спорта. Очень много адреналина, очень много эмоций в нем. Поэтому, скорее всего, я выбрал бы снова спорт и снова теннис. Здоровый образ жизни заключается в правильном питании, в моем мнении. Я думаю, в режиме и, естественно, заниматься спортом. Если занимаешься спортом, то это уже здоровый образ жизни. Честность. Мне нравится, когда неоткровенно и без всякого фальша. Не люблю, когда меня спрашивают о финансовых моментах. Очень много людей задают этот вопрос. Мое мнение – что это личное и не должно интересовать других. Я думаю, это основной момент, который меня затрагивает. Привлекательна та девушка, которая может себе предподнести правильно. И которая чуть-чуть загадка, когда вроде раскрывается, а с другой стороны вроде вот чуть-чуть непонятно. Надо больше времени, чтобы понять, что там происходит или какой человек на самом деле. Сам этот фактор, что ты не знаешь до конца человека, я думаю, это и привлекает. Посоветовал просто быть самими собой. Потому что весь этот фальш никогда не украшал девушек. Думаю, парням больше всего нравится именно такой момент. Когда видеть такую естественную и, скажем, честную девушку. Моя мечта была попасть в первую сотню мира. Теперь у меня эта мечта сбылась. У меня появилась, могу сказать, сразу новая. Я думаю, попасть в первую 70 мира. Может, даже выше. Поэтому буду стремиться. И топ-70 в рейтинге мировых теннисистов – это очень хороший результат. Надеюсь, попаду туда уже в этом году. Кто знает. Я счастливый человек, потому что занимаюсь тем, чем я хочу. Очень много путешествую. Вокруг меня мои друзья, которые во всем поддерживают. И я думаю, эти моменты очень важны для меня. Поэтому я считаю себя счастливым. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok